Приветствую! Коррупционные схемы и риски во время выезда из Украины в условиях военного положения. Под таким названием вышел отчет НАЗК – Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. О чем же говорится на 119 страницах этого отчета и что это значит для Украины? Ну и немножечко мы разберемся в этом видео с теорией заговора. А перед этим хочу вам порекомендовать Харьковский инфочат. Особенность его заключается в очень серьезной модерации контента и как результат там содержится только полезная информация для горожан и гостей города. Подписывайтесь на инфочат Харьков. Ссылочка для этого есть в описании к данному видео. Итак, 119 страниц отчета. Все НАЗК работало для того, чтобы вскрыть схемы и риски, которые мы и так с вами знаем. И там, конечно же, на этих 119 страницах рассказывается о том, как люди покупают белые билеты, как они там становятся непригодными, как становятся инвалидами, как они пересекают границу незаконными способами. Да, упоминается и система шлях и прочее. Собственно говоря, там написано то, что мы и так знали. Ну, а если кто-то вдруг не знал, какие бывают схемы для пересечения границы в условиях военного положения, теперь, почитав этот отчет, смогут узнать об этом. Но самое главное даже не это. Да, ну сделали какой-то отчет про коррупцию сделали. Что нам до того? Таких отчетов масса. Но что интересное есть в этом отчете? А в этом отчете есть заявление, причем оно, по сути, идет в самом начале этого отчета. Он с этого начинается. И это заявление посвящено вопросу законности и конституционности запрета на выезд из Украины. И вот там, когда я читал этот отчет, мне даже иногда было такое ощущение, что они перед тем, как читать отчет, посмотрели вот это мое видео и буквально конспектировали его. Так вот, там четко, понятно, однозначно описывается, почему запрет на выезд, существующий сейчас, не соответствует Конституции Украины. И, конечно же, многие сейчас там паблики, многие СМИ вышли, выпустили новости с заголовком, мол, выезд из страны признан неконституционным. Это не совсем правда. Да, на ЗК говорит о том, что есть несоответствие Конституции. Но дело в том, что признавать законодательство, либо там какой-то нормативно-правовой акт неконституционным может только один единственный орган в Украине. Конституционный суд Украины. Все. Больше никто не может признать те либо иные положения закона неконституционными. Поэтому здесь просто говорится о том, что они пришли к выводу, и я совершенно разделяю их позицию в плане того, что не соответствует Конституции действующий запрет. Ни одним законодательным актом этот запрет не установлен. И об этом мы с вами говорили достаточно давно. Но вот вопрос. А что это все значит? Как это может изменить ситуацию? Означает ли это, что уже сегодня-завтра пограничники начнут пропускать мужчин? Нет. Нет. И еще раз нет. Абсолютно к этому ничего не ведет. Почему? Потому что на ЗК не имеют соответствующих полномочий. Да, они сделали вывод. Да, они говорят, что неконституционно. Но практических последствий на сегодняшний день не последовало. Ну и в ближайшее время, скорее всего, не последует. Потому что, опять же, это не полномочия на ЗК. Ну а теперь к теории заговора. Если мы вспомним историю пана Сытника, который презентовал данный отчет, то мы можем увидеть, что по мнению некоторых СМИ, да, вот если почитать СМИ, почитать, что пишут в интернете, что пан Сытник, он как бы такой ставленник, скажем, да, по мнению некоторых СМИ, запада. Причем очень далекого запада и ассоциируют его с США. И вот здесь можно найти мысль в сети о том, что данное заявление, ведь данный отчет можно было сформировать без вот этого заявления. И то, что они говорят, там, конституционный, неконституционный, ну, запрет есть, и на коррупцию это никак не влияет. То есть, если запрет сделать таким, который будет соответствовать Конституции, это же не уберет вопросы коррупции. Люди и так будут хотеть выехать из Украины, хоть и законный будет запрет, и будут коррупционные схемы. Но был принципиально поднят вопрос о том, что запрет неконституционный. Вы понимаете, одно из агентств говорит о том, что президент и все вот это военное командование сейчас действует незаконно, неконституционно. А как вам заявление? То есть, один из органов государства говорит о том, что государство действует незаконно. Понимаете? То есть, это же даже не юридическое заявление, это в большей степени политическое заявление, это некая атака даже на президента Украины и, в принципе, на высшее командование, безусловно, на прокордонную службу, на КМУ, который вносит соответствующие постановления, изменения в постановлении, это мы вносим постоянно в правила пересечения госграницы. И вот здесь, конечно же, вопрос, а что за этим стоит? Если мы говорим о том, что Сытник — это глаз Запада, я, безусловно, этого не утверждаю, но такую информацию в сети можно найти. И вот здесь вопрос, то ли это атака на Зеленского, то ли призыв открыть границы, потому что, если мы исходим из того, что этот человек интересы США как-то вот лоббирует здесь, то в интересах США, безусловно, открыть границы и пустить туда беженцев. И чем больше будет беженцев в Европе, тем больше проблем будет у Европы, а если есть проблемы у Европы, то США, безусловно, этому радуются. Ну вот, друзья, такую информацию можно найти на просторах сети. Насколько эта версия имеет право на жизнь, либо это все-таки вопрос теории заговора и не более, решать вам. Но, безусловно, нужно, наверное, рассматривать все варианты. Друзья, подводя итоги, данный отчет на ЗК на сегодняшний день никоим образом не изменит нашу жизнь. Никто завтра не разрешит выезжать мужчинам из Украины. Но вполне возможно, что данный отчет запустит некую такую последовательность, некие процессы запустят, которые в итоге могут привести к тому, что ограничения снимут. Потому что, помимо того, что там признали неконституционность этих ограничений, они еще и говорят о том, что а есть ли целесообразность? То есть там мягко так поднимается вопрос, а какая целесообразность в этом? И вот, может, в совокупности все это и приведет к тому, что выезд мужчин из Украины во время военного положения будет разрешен. Ну, поживем, увидим. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!